Торжественные мероприятия на кладбище начались с молитвы в память об усопших и погибших на Брестской земле. Культурная и историческая ценность польского, как раньше его называли, некрополя, высока. Здесь каждое надгробие представляет собой богатейший источник сведений о жизни предыдущих поколений. Реставрационные работы на территории католического некрополя ведутся уже много лет и прекращать их, по словам представителей польского сената и Министерства культуры и национального наследия Республики Польша, власти не намерены. Надеюсь, это будет способствовать дальнейшему сотрудничеству именно в этом плане, в этой сфере, увековечения. Это важно для польской стороны, чтобы не забывать. И мы рады, что белорусская сторона не забывает и совместными силами будем работать над восстановлением следующих кладбищ, в том числе и гражданских, и военных 2020 года. Мало кому из бричан известно, что на территории католического некрополя похоронен один из представителей известнейшего в Беларуси дворянского рода Немцевичей, а также представительница Радзивилов, богатейшего и одного из самого большого рода в Великом княжестве Литовском. Эти и многие другие факты сподвигли создать первую уникальную в своем роде научно-популярную публикацию о католическом некрополе в Бресте. Для города, у которого история почти, я думаю, что она уже насчитывает тысячу лет, но который готовится отмечать свое тысячелетие, такая литература имеет место быть и она должна быть. Потому что во многих странах, во многих государствах издается такая литература. К сожалению, в Беларуси она мало выходит. Именно о некрополях. После торжественного освещения надгробий автор первого издания о польском некрополе в Бресте Иван Чайчиц провел для собравшихся неравнодушных к своей истории горожан экскурсию по некрополю, в ходе которой рассказал о выдающихся людях, похороненных в этом месте, исторических фактах и о том, почему нашему городу была необходима такая публикация. Информации много. Этим всем захотелось поделиться, потому что когда это знает один человек, это, конечно, замечательно, но когда это будут знать наши брещане, это, конечно, будет мне как участнику, потому что это действительно создавалось с большой-большой группой. И многие участвовали волей или неволей. Самое интересное, конечно же, было, когда участник даже не подозревал в живом разговоре, какой ценной информацией он делится. И я надеюсь, сегодня эти люди придут, кто непосредственно, потому что благодаря им удавалось найти огромное количество людей, о которых, к сожалению, уже позабыто. Лихолетчи коммунизму и боротьбы с религией, с нашими могилками, как видите, нищили их, сбивали крыжи. Ну, али, дякую Богу, начались теперь люди, которые допомогли, обновили эти помники. Виктория Осаченко, Эдуард Бакунович и Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.